Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт-24». Меня зовут Макс Аткидыч. Сегодня мы будем обсуждать футбол европейский с автором канала «Порте Драгба» Евгением Платоновым. Жене, привет! Привет-привет! Максим, привет всем слушателям. Как у тебя настроение на самоизоляции? Связывался с тобой буквально вчера. Сказал, что времени стало больше. Ну слушай, прекрасно, прекрасно. Час туда, час обратно экономится на дорогу до студии, я имею в виду. Дома больше сделать. Опять же, семья рядом здесь, все, дочка, жена. Очень давно не видел их так часто. Слушай, а скажи, признайся, соскучился уже по футболу? Ну сколько, практически три недели без большого футбола? Да, ну конечно, матчей не хватает. Это же как образ жизни у нас уже у футбольных болельщиков. А как чемпионат Беларуси тебе? Вот я видел такой прикол, что заменили команды чемпионата Беларуси по форме и сделали их как английские клубы, сравнили с английскими клубами по форме. Как тебе такая аналогия? Слушай, это прекрасно, прекрасно. На один раз, скажем так. Я включил самую первую трансляцию. Кажется, играли команды Ислач и Неман, что ли, не помню. Ну знаменитая, там, где Генич комментировал, и гармонист на трибунах его сегодня перебивал. Замечательная гармошка. Прикольно, да. Получил наслаждение, но мне хватило этих впечатлений, вот больше не включаю. Романтика, романтика восточноевропейского футбола во всей красе, да? Это же не восточноевропейское, а СНГ. Футбол СНГ во всей красе. Да, да, да. Я вспомнил свои первые походы на футбол, там, в детстве, в юности, да. А где ты ходил? На какой футбол ты ходил? Центральный стадион «Шахтер», Донецк, 90-е годы. Еще лавочки деревянные, семечки, газетки, газетки. А ты болельщик Донецка, да? Шахтера? Ну, я сам, да. Я коренной дончанин, да. Понятно, понял. Слушай, ну, у меня, собственно, к тебе пару вопросов. Вот несколько новостей таких горячих. И по чемпионатам прошлись, что Франция не вернется до конца лета практически. В то же время Италия собирается доиграть все-таки сезоны прямо в мае. Вот прямо уже хотят тренировки, вернуться к тренировкам, несмотря на то, что у них, в принципе, еще не закончилось все вот эти вот проблемы с карантином и кризисом по коронавирусу. И Испания, я так понял, принято решение, что если в июне они не доиграют, то не будут доигрывать сезон вообще. Ну, я знаю, что немцы тренируются. Уже Бавария так точно несколько, недели-полторы точно тренируется. Как-то аккуратно там на базе, в запертину, да. Потихоньку они готовятся. Немцы даже объявляли даты 2 или 9 мая. Они очень оптимистичны были, хотели возобновляться. Но, видимо, это все... Не верю я в эти такие ранние старты. Конечно, все это будет отложено до июня, как минимум. Но сезон надо доигрывать в любом случае. Слушай, а вот то, что, скорее всего, финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы в августе, в конце августа доиграют, как ты к этому относишься? Ой, про Еврокубки вообще трудно что-то говорить, загадывать. Главное, доиграть национальные чемпионаты. Вот здесь, чтобы был соблюден спортивный принцип. Ну да, спортивный принцип, да. Это самое важное. И внутри страны легче доиграть. А уж и международные матчи в такой ситуации, когда нет перелетов и все это, угроза такая. Можно и не пожертвовать, я считаю, именно Еврокубками. Слушай, ну давай тогда перейдем с тобой к такой, ну не знаю, мини-игре, что ли. Представим, что, в принципе, большая часть сезона уже доиграна. Или представим, что немножко сезон уже доигран, да, и пройдемся по топ-лигам, по топ-чемпионатам европейским. И вот я недавно как раз видел у тебя видео, где ты рассказывал о командах-открытиях, да. Мы с тобой определим, ну где действительно чемпионат уже, в принципе, там чемпион реален, чемпион ясен, да. Там согласен ты с этим или нет. И определим там команду-открытие, игрока-открытие, тренера-открытие. Давай вперед, поехали. Ну давай начнем по восходящей, с чемпионата Франции. Смотрел у тебя в твоем блоге, что тебе очень понравился Марсель в этом сезоне. Да, очень удивительно было, как Виллаж Бош, вернувшись после забвения, после того, как он ездил уже автогонщиком в ралли Дакар, вернулся в футбол и в неплохую команду. Но команду, конечно, кризисную, поскольку их накрыл UEFA недавно штрафом за нарушение фэйрплей. Несколько лет назад там вложились боссы с большими амбициями, много денег вбухали и, видимо, перестарались. Дошли только до финала Лиги Европы, на этом ограничилось. Ну, в чемпионате, понятно, трудно бороться с таким монстром, как Парис Энджермен. Ну там Неймор все-таки, да, хоть он и сыграл 50% матчей, как посчитали в этом году. Там не только Неймор, там шейхи. Там шейхи, ну просто больше денег. Просто там денег, как у топ-клуба из более крутых лиг, правильно? Они просто вне конкуренции участвуют. Во Франции можно... Я бы награждал за второе место. Чемпионом Франции я считал команду, которая бы заняла второе место. Потому что ПСЖ — это вне конкуренции. Это приглашенный гость такой, да, приглашенная звезда. Да-да, они играют в свой турнир какой-то. Ну вот, да. То есть ты считаешь, ПСЖ, в принципе, чемпион, да? Вот пока сезон не доигран, но ПСЖ точно чемпионом должен быть, да? Ну, конечно же, не о чем спорить. Там больше десяти очков, да? А Марсель еще удивил тем, что вот как раз вопреки этим нега-раздам, я кто кажусь, украинскую мову, в общем, проблемам и с деньгами. У них небольшой бюджет был на сезон. Они провели очень такое... Это точечная селекция, да? Точечная. Трансферное окно было не впечатляющим. Они максимум кого взяли Дарио Бенедетта, форварда, которому уже 30 или 30 исполнилось по ходу сезона из Боки, который первый раз в жизни приехал в Европу в таком уже возрасте. Обычно южноамериканцы едут-то пораньше. Вот. И он заиграл. И многие другие лидеры себя проявили. А еще в сентябре сломался Флориан Тавен, который был лидером, тащером этой команды. Но Дмитрий Пайет выдал такой сезон сразу... У него всегда накануне большого турнира Пайет просыпается. То есть, тогда он 4 года назад, мы помним, как он тащил Вестхэм, чтобы поехать на Евро-16. Да-да-да. А в итоге в Англии он не заиграл, да, вот в топ-клубе? В итоге вернулся во Францию? Да, он из Вестхэма вернулся. Ну, видно уже как раз ему... У него бывают периоды, когда ему надоедает играть в футбол. Ну, такой человек. Человек настроения. Но этот сезон как раз после травмы Тавена он подхватил лидерские качества, на себя взвалил все. И выдающийся сезон проводит. Очень хотел поехать на Евро-20 в составе Франции, видимо. Ну, теперь ему придется поддерживать эту форму еще полтора года, до Евро-21. Слушай, ну скажи, скажи, да, кто, по-твоему, вот в этом сезоне во Франции лучший игрок? Персонаж Анхель Демария, я считаю. Демария, да? То есть, все-таки в пассажире Тащетон. Чудовичная форма находится. Да, то, что он творит на поле. И это и статистика отображается, простой статистикой. Там, голы передачи. И ведь чисто визуальные наблюдения. Ну, тренер, получается, ты считаешь, Виллаж Бош действительно крутой сейчас. Он удивил. Удивил. То, что называется, они ждали. Пассажир-чемпион. Окей, давай пойдем дальше. Давай тогда перейдем к Германии. Германия очень интересная. Там, считай, две команды бьются за первое место. У них, по-моему, небольшая разница в очках. Там не две команды. В Германии очень много команд билось. Еще в концовке первого круга там чуть ли не 5 или 6 было претендентов с маленькими разрывами, когда Бавария никакого чем буксовала. А сейчас там Бавария, конечно, вырвалась уже, обошла на полкорпуса всех. Но Дортмунд и Лейпциг еще отстают там ненамного. 4-5 очков. Ты считаешь, Лейпциг действительно это как бы конкурент в борьбе за первое место? Безусловно. А этот сезон Наггерсман... Вот если Беллаж Бош удивил, то Наггерсман как раз не удивил, потому что все понимают, что потенциал его, все называют его мундеркиндом, все мировые СМИ в восторге. Лучший тренер, ты считаешь? Лучший тренер сейчас в Германии, да? Ну вот Ханси Флик с ним вступил в соперничество и пока превосходит. Ну, конечно, за счет ресурсов и монструозности самой Баварии. А Боруся как тебе вообще? Ну, вот Фавр как раз обоим им уступает. У него бывают прорывные матчи, но бывают матчи, где он допускает много ошибок по ходу игры. То, что называется тайм-менеджмент, да, в футболе. Замены и так дальше. Управление уже перестроениями по ходу второго тайма. Ну, вот ты говоришь сейчас, что за чемпионство боролся несколько клубов, но все же там ближе к чемпионству все-таки Бавария, да? То есть это... Да, безусловно, Бавария не то, что фаворит в Германии. Для меня это фаворит в целом Евросезона и Лига Чемпионов. Если бы была доиграна сейчас весной, Бавария выступала бы единоличным фаворитом, на мой взгляд. Потому что то, что Ханси Флик сделал, это просто какое-то волшебство. У нас, кстати, выйдет буквально завтра выпуск об этом тренере на нашем канале «Партия Драгва», кому интересно. Поближе познакомим с Ханси Фликом. А человек, которого не знал полгода никто, в принципе. Ну да, 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 новое имя, я согласен. И то, как он поставил просто на прежние рельсы Баварию, они заиграли в свой привычный, доминирующий, высоко прессингующий, слаженно прессингующий футбол. Потому что при Яковаче они порой не знали, что делать. Там пять человек вступали при потере мяча в прессинг. Бывал он визуально даже. А пять защитников четко было видно, как они откатываются. И все это получалось разрозненно. Соперник легко проходил, наказывал. Кроме того, он реанимировал, Ханси Флик, я имею в виду, двух ветеранов, которых уже даже из сборной Германии поперли летом. Ивахим Лев тогда отчислил Буатенга и Мюллера. Сказал, что уже ребят порадовать дорогу молодым. Хотя им по 30 лет всего. Игроки возрастные, но да, они в форме-то в хороших. Последние несколько сезонов Буатенг откровенно проваливал. Который взвездил при Гвардиоле, когда Гвардиол был тренером Баварии. Но сейчас оба в основе, оба просто лучшие. И Томас Мюллер лучший ассистент Бундеслиги на данный момент. Буатенг свои шикарные первые пасы отдает при начале атак. Ну, в общем, Бавария на крыльях. И Левандовский еще вот сейчас травму залечил уже. И они готовы рвать дальше. По-моему, Бавария однозначный фаворит дальнейшего. Если будет чемпиат доигран, Бавария станет чемпионом. Бавария, а тренер все-таки лучший? Сделай выбор. Хороший вопрос. Ну, нет, тренер, наверное, Нагельсман все-таки. В Хан Сифрика еще дистанция не так велика. Может быть, это только такая вспышка, как у Сульшера была тогда. В том сезоне в МЮ. А игрок? Игрок кто лучший? Лучший игрок чемпионата Германии. Так, на вскидку. Хочется назвать тебя Галькантору. Вот этого великолепного контролирующего опорника из Баварии. Ну, Галькантор очень хороший. За его игровой интеллект хочется его выделить. А из Баруси кого отметишь? А ты за Дортман болеешь? Да, я за Дортман. Мне очень интересно про Дортман узнать. Слушай, он Джейдан Санчо, безусловно. Санчо, да? Да, у него не только ноги быстрые, не только бегунок, но он еще очень умный игрок, поэтому он и выделяется, опять же, и статистикой, и визуально на поле. Ну, супер, супер. Слушай, ну, давай тогда перейдем к Италии. В Италии мне тоже очень интересно у тебя узнать, потому что там, по-моему, вообще борьба не на жизнь, а на смерть была. Ой, Италия – это моя вообще любимая лига после Англии, наверное. Не по силе, да? По силе понятно, что там Англия и Испания спорят. Но мне серия очень интересна. Я внимательно слежу последние пару лет. Мне кажется, это возродилась лига, действительно. Очень много крутых тренеров, много интересных проектов. Ну, игроки стали переходить, очень известные. Смотри, в Интерфе несколько игроков из Премьер-лиги перешло, да? В Ювентус Криштиану Роналду перешел. В Рому перешли несколько игроков, пусть не сильных. Да, Ибрагимович вернулся. То есть много интриги в плане даже трансферов. Да-да-да. Ну, в Рому в первую очередь перешел Павло Фонсека, тренер, за которым я тоже давно слежу, потому что он тренировал «Шахтер», мой любимый клуб недавно. И в целом тренер очень идейный, ставит, как сейчас модно говорить, стильный футбол. Не бросается из стороны в сторону, знает, что ему нужно. Вот. И подбирает игроков под концепцию. И мне за Ромой интересно следить. Еще в том свете, что у них скоро сменится владелец. Вроде как там один итало-американец будет перепродавать, ну, владелец клуба нынешний, перепродавать другим итало-американцам. И это сулит хорошее вливание, опять же. Ну, я сейчас не знаю, как это будет. Кризис свалился внезапно, но все это уже планировалось буквально этим летом. Слушай, ну вот самая главная интрига, собственно, мне интересно, потому что я болельщик Лацио. Реально ли Лацио борется за чемпионство с Ювентусом? То есть, насколько действительно у них по результатам, по показателям очень близко. Разница сейчас вот до паузы всего одно очко. И там какое-то время Лацио даже был на первом месте, там из-за нескольких переносов туров, да, и так далее. По победам Лацио уступает всего один матч, а в личных противостояниях вообще Ювентус обыгрывала там несколько раз, да? Да, и в суперкубке Германии, да. И в Италии, да? Да, Италии, Италии. Да, и в суперкубке обыгрывали, и в чемпионате обыграли, причем обыграли просто дерзки, да? И по делу. Ну, это связано с тем, что Ювентус хромает. У них же перестройка глобальная происходит, как мы знаем. Они хотят найти себе новую идентификацию, чтобы это была уже не та старая сеньора, что выигрывает 1-0, с любимым счетом давит всех прагматичностью скучной. Они хотят дарить зрелище и завоевывать новые рынки, восточные, там, те же самые рынки, по всему миру становиться в один ряд с Ман-Сити, с Барселоной, с Баварией, играть в яркий футбол. Да, из-за этого они приглашают Роналду, из-за этого они расстаются с Олегри, который давал результаты, но не мог поставить этот футбол. Они приглашают тренера Романтика, делают большую ставку с большим риском на Маурицу Осари. И пока все мы видим очень со скрипом происходит. Много матчей Ювентус выиграл на большом везении в этом чемпионате. Ну, а Лацо прекрасен. Если ты болеешь за Лацо, я тебе даже завидую. Да, завидую. Для меня, конечно, вот этот феномен тренера Симони Инзаги, который сделал, в общем-то, из такой олдовой схемы, там, практически в 5 защитников, которая там переходит в 5 полузащитников, сделал команду, которая много забивает. Они забили больше Ювентуса. Они мало пропускают, они пропустили меньше Ювентуса. Они обыгрывают аутсайдеров, да, и они обыгрывают сильные команды. У них было действительно за последнее время два провальных матча. Это кубковый матч с Наполи, скорее всего, там, физиком, да, они устали и проиграли 1-0. Там еще и невезение было, там куча перекладин было. И, собственно, матч с Ромой, который они еле-еле вытащили, там, случайно забили гол, там, ничью сыграли, да. В основном, все матчи, они по делу, ну, тащат, тащат. Да, я, в первую очередь, хочу отдать должное их владельцам, поскольку они дали Симона Инзаги поработать. Он спокойно работает уже, какой сезон, наверное, четвертый, если мне не изменяет память, с одним и тем же составом. То есть, что может тренер сделать, если ему дадут спокойно поработать? У них не меняется состав, у них лидеры сыгранные, как все прогрессируют при нем, тот же Сергей Миренкович Савич, тот же Чиро Иммобили, и главный, мой любимый игрок в Лацо, это Луис Альберто, конечно, который все никак мыкался-мыкался, там, не мог себе найти команду до 25 лет, там, и в Ливерпуре на контракте был. И вот теперь он раскрылся так, что он, я могу заранее назвать его лучшим игроком чемпионата Италии, вот ты будешь спрашивать. Луис Альберто, не то что лучшим, мой любимый, скажем так. Ну, я с тобой соглашусь, потому что там есть статистика такая, очень серьезная, то что где-то в середине чемпионата, где-то после Нового года, Луис Альберто, кажется, был на одном из первых мест в Европе, по-моему, вообще первое место занимал по голевым передачам. Потом, по-моему, его обошел Дебрейн, и потом, по-моему, Мюллер, вот они обошли его. Но вот он очень долгое время держался, у него было там то ли 12, то ли 13 голевых передач, это какой-то очень большой результат, и чемпионат Италии вообще даже близко к нему никто не приближался. Да, ему нашли место на поле чуть глубже, когда Марко Пороло уже в силу возраста стал реже играть. Луис Альберто опустил Симон Энзаги в схеме чуть ниже, в опорную зону, и он оттуда управляет игрой прекрасно. Ну, то есть, считаешь, он лучший, да, сейчас в Италии? Ну, если так, на вскидку, если не копаться там дальше по Ювентусу, то... Ну, слушай, ну... В Ювентусе, ну, есть Криштиану Роналду, это всегда крутой игрок, но в этом сезоне, по-моему, не такой, да. Насколько можно его лучше называть? Это априори, да, профессионал, понятно. Ну, что еще можно сказать о Роналду? Я ничего нового не скажу про него. Ну, с Альберто мне в этом сезоне более симпатично. Окей, понял тебя. Тем более, Роналду еще немножко мешает, мне кажется, Сари, вот, именно в стройке его любимого стиля. Но Латсу, ты считаешь, реально борется за чемпионство с Ювентусом, да? Безусловно, безусловно борется, но, опять же, здесь как в ситуации с Германией, за счет ресурса, вот, за счет своей мощности, больше глубины состава, больше денег, тупо, вот поэтому Ювентус, наверное, если, опять же, сезон будет доигран, защитит Скудетт. Это был бы мой такой прогноз. А Роналду, как считаешь, вообще проваливает сезон, не проваливает? У него такие непонятные матчи, он забивает там чуть ли не в каждом матче, но при этом все равно Ювентус не такая команда, какая была, например, в прошлом сезоне, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов. Слушай, ну, если посмотреть его статистику, начиная с начала календарного года, он забивал в каждом матче 2020-го. То есть, как можно сказать, что он проваливает? Нет, он, безусловно, как обычно, к весне просыпается, и мы видим прежнего Криштиану. В блеске и в славе. Все в порядке. Ну, окей, понял тебя, понял. Спасибо тебе большое. Скажи мне, давай перейдем к Испании. В Испании вообще ситуация, по-моему, очень сложная. Там за первую строчку боролись Реал и Барселона, а то, что все шло ниже, там было очень много команд открытий. Кажется, ты как раз в своем блоге упоминал, как раз, по-моему, Реал Соседат, да? Да, да, Реал Соседат очень нравится. Опять же, это довольно неожиданно было. Хотя и в прошлый сезон, если вспомнить, уже были предпосылки к такому прорыву. Многие хитафи еще отмечают, но это скорее такое, когда идут вопреки. То есть, кто-то идет против толпы. Вот хитафи похож. Потому что они играют абсолютно такой примитивный футбол. У них есть интересный показатель статистический. Худшая команда среди топ-5 лиг по проценту точных передач. С большим отрывом. Там что-то 61 или 62% точного пасса у хитафи. Это худшая, вот если взять на футскор и посмотреть, худшая команда среди всех топ-чемпионатов. И они вот шли в зоне лиги чемпионов до последнего. И сейчас идут у них там со Соседатом поровну очков. Ну да, там вообще плотность, я говорю, с третьего по где-то седьмое место. Плотность такая, в общем. Скажи мне, пожалуйста, вот эта вся история с Атлетико, с Диего Симеоне, который по уму, наверное, по интеллекту выбил в лиге чемпионов Ливерпуль. И при этом в чемпионате Испании команда не очень уверенно играет. У них вообще 4 поражения в этом сезоне. Они очень мало забивают. Что вообще с Атлетико происходит? Ну то, что они забивают мало, это было всегда. Это неудивительно, они мало пропускают всегда. Это компенсируют, нивелируют. У них облак на воротах. Мне кажется, это связано с тем, что система Симеона это очень сложная штука. И требуется новичкам всегда время, чтобы въехать, чтобы проникнуться идеями. И, наверное, это первый сезон после, опять же, перестройки. Мы помним, летом была массовая закупка в Атлетико. Много игроков новых пришли. И, наверное, им требуется время. И следующий сезон будет лучше. Следующий сезон лучше. Ну ладно, давай. Руководство в него верит. Недаром он самый высокооплачиваемый тренер мира. Ему в прошлом году, по-моему, предложили новый контракт. И в него верят боссы и дают время. Ну да, он уже давно в Атлетико. Что тут говорить? Скажи мне, Барселона или Реал в этом сезоне? Кто будет чемпионом? Вот это вопрос, конечно, 50 на 50 всегда. Ты знаешь, я бы поставил на Реал. Несмотря на то, что они перед паузой в последний матч проиграли Бетису после Классику. То есть обгонят Реал Барселону, да? Доиграют они в июне чемпионат, обгонят. Ну это если оценивать, опять же, то, что мы видели до сих пор. Две трети сыграно. И Реал мне представляется прогрессирующей командой. Если сравнить то, что мы видели в сентябре команду Зидана и то, что мы видели в начале года, в марте. Прогресс налицо. А у Барселоны большие проблемы. И в руководстве, как мы знаем, все эти... Деня не проходят, чтобы в новостях не всплыл очередной какой-то инсайт. Какой-то грязный слух там про Бертамуэ. У кого там опять выгоняет там вице-президента своего бывшего друга. Увольняет и так далее. Ну и Месси зависимость никуда не девается. Новый тренер, опять же, который вот с корабля на бал и должен что-то придумать. Очень много факторов, которые мешают. Если Месси вытащит и этот сезон к чемпионству, ну это будет просто очередное подтверждение его внеземной сущности. Внеземной сущности. Хорошо сказал. Ты кто тогда лучший игрок в Испании в этом году? Леонель Месси, безусловно. Как и всегда. А если одного игрока выбирать чемпионат Испании? В споре между лучшим, между Роналдо и Месси, ты выбрал Месси. Потому что Роналдо... Ну, в общем, Роналдо как всегда Роналдо, а Месси все-таки космос творит, да? Ты считаешь? Нет, ну можно Месси тоже за скобки вынести и подумать, кроме него. А кто кроме него? Ну вот это уже надо думать. Тут очевидных нет вариантов. А, Реал Мадрид, если брать, конечно же, Феде Вальверде. Вот кто. Федерико Вальверде. Прекрасный прогрессирующий уругвайец. Прогрессирующий. Помогающий, собственно, Зидану строить, когда сломался несколько раз Азар. И весь сезон Зидан вынужден находить какие-то другие решения. Он так планировал строить команду через Азара. Зидан же строит команду... Он не системный тренер, не как Сари, не как Гвардиола. Он подстраивается под звезд, как Анчелотти, например. И вот он ориентировался, наверное, на Азара. А когда Азар исчез в Азарете надолго, то Феде Вальверде, тот человек, который помог Зидану, подсказал, что вот есть я, и я могу закрывать две позиции, условно говоря, с мячом и без мяча. За счет двужильности и работоспособности он вытаскивает этот сезон для Мадрида. И для Зидана. И сразу ты считаешь, что настолько крут. Окей, я, в принципе, с тобой спорить не буду. Действительно интересный игрок. Ну, это на вскидку. Слушай, ну, давай перейдем к Англии. Там вообще куча всего интересного. Помимо того, что там какой-то совершенно космический результат показал Ливерпуль. И только, да, как говорят, только коронавирус может помешать Ливерпулю стать чемпионом Англии впервые за 30 лет, да. Вот. Там много другого интересного происходит, да. То есть там пришел Мауриндио, там Анчелотти есть, да. Там Манчестер и Найдетт. Там есть Лестер, который вернулся, да, с Варди, который зажигает. Артетта, главное еще. Артетта, да. Очень интересный. Они одновременно почти пришли. Мауриндио чуть раньше, а Артетта, Анчелотти буквально день через день. Да, там есть Манчестер. У нас тоже был отдельный выпуск про этих трех тренеров у нас на канале недавно. Мы оценивали первые 100 дней этих троих на новом посту АПЛ. И кто круче? На мой взгляд, из этой троицы мне больше всего кажется перспективным Артетта. Все-таки Артетта, хотя он дебютант. Но, опять же, то, что я говорил о Симоне Инзаги, вот у него есть своя идея, и Афанцеки. Это тоже человек идейный, со своей... У него в голове есть система игры, он знает, что он хочет построить. Прошлый тренер Арсенала не знал, что он хочет построить. Он на Эмере бросал его из стороны в сторону, как в морской качке. Лихорадило, он менял схемы. Сами игроки порой даже, по-моему, в интервью жаловались, что у нас сегодня на тренировке одна схема, завтра другая. На игру мы выходим, и нам на установке третью дают. Мозг кипел просто у игроков, а пришел Артетта, все стабилизировалось. И потихоньку идет налад качества игры. Не результаты, а именно качества игры. Это потому что это разные вещи, я всегда их разделяю. Хорошо, а как ты вообще относишься к Челси, вот к этой новой, скажем так, игре Челси, к Лэмпорду? Это очень интересно, да. Я, кстати, у меня футбол-менеджер сейв за Челси, я тоже решил поближе приглядеться к их резервам. Футбол-менеджер? А я смотрел, у тебя стримы, да, футбол-менеджер? Ну, иногда, да. Сижу по вечерам еще футбол-менеджер. А ты в менеджеры предпочитаешь играть или в, ну, то есть, как он называется, симуляторы? Только менеджеры. Только менеджеры. Только серия футбол-менеджер, да. Я уже лет 20 ей предан. А FIFA, PS когда-нибудь рубился, нет? Ну, давным-давно когда-то. Давно, а ты сейчас по интеллекту больше в менеджеры играешь. Окей, ну, давай вернемся к Англии. Что, Ливерпуль чемпион, правильно? Ну, тут уже я не знаю, кто может догнать его. Да, безусловно. Ну, не в этом так в следующем году, опять же. Потому что у Ливерпуля, и фанатам Ливерпуля я бы посоветовал не беспокоиться. Поскольку, ну, никуда не денется от них этот титул. Вот эта команда Клопа прекрасная. Это поколение, я имею в виду. Команда, вот, итерация нынешняя, да. Она, безусловно, возьмет титул. Ну, даже если этот чемпионат не доиграют, то и в следующем году нет конкурентов. Хватит им запала. Хватит им запала. Вот эта вот игра на прессинке, на суперскоростях. Ну, команда обычно длится вот 3-4 года. Вот когда команду собрал тренер, она выходит на пик, там, 2-3 сезона, иногда 4. И потом идет на спад. Пока они еще на пике, им еще должно его хватить. А Сити, многие возразят, что есть же Сити, да, конкурент. Но у них, мне кажется, вот этот бан их UEFA, 2 года от Еврокубков, отвадит многих лидеров. Мне кажется, Стерлинг, Ляпорт, Дебрюйны будут смотреть на сторону, потому что суперзвездам неинтересно участвовать в сезоне без Лиги Чемпионов. Ну, а мне тоже кажется, что, скорее всего, они могут сделать выбор в сторону или Италии, или другого английского клуба. Да, Реал, Ювентус, сколько угодно можно, новых путей дорог для развития карьеры у них. Вот, ну а как тебе Варди, Лестер? Ну, здесь не Варди, Лестер, это Брэндон Роджерс, да, опять же. Человек, который починил Лестер ровно год назад, весной. Он пришел как раз где-то вот в эти дни, в конце марта, что ли. И команда поперла, она какое-то время шла на третьем, если брать вот с момента прихода Брэндона Роджерса в клуб, Лестер был третьей командой после Ливерпуля и Сити по числу набранных очков в Англии. А, в принципе, если сейчас заглянуть в таблицу, он на третьем месте и остается, хотя, конечно... Там, причем, да... Календарный год они уже начали не так хорошо, у них много потерь очков в последнее время. Но Лестер, это ненадолго, мне кажется, все-таки их раскупят. Все-таки там Тилиманс, там Мэдисон, там есть кем поживи. Здесь Харви Барнс. Окей, слушай, а... Недолговечный, мне кажется. Не станут они топ-клубом в ближайшие несколько лет, я так думаю. Собственно, меня также волнует сильно, что с Манчестер Юнайтед, это что с Сульшером, мне всегда нравился он как игрок, и когда он пришел на Манчестер, казалось, что вот он, глоток свежего воздуха, да, там, Манчестер стал каким-то легким, бегущим и так далее, и что-то не то произошло вообще сейчас, да. То есть Манчестер как-то лихорадит, они играют нормально, или обыгрывают, или в ничью играют с сильными клубами, при этом очень плохо играют с аутсайдерами, со середняками крепкими, очень плохо играют. Слушай, ну это как раз можно сделать два вывода. То, что они играют круто против команды стоп-шестерки, это значит, что у Сульшера есть задатки крутого тренера, он классно готовится к большим играм, он неплох в тактических играх, того же Гвардиолу он недавно переиграл. А то, что они проигрывают командам ниже классом, это отображает их проблемы в позиционной атаке. Юнайтед здорово обороняется, мы видим, что Сульшер наладил оборону действительно, но как атаковать позиционно он долго не мог придумать, пока не пришел тот самый человек, недостающий, как словно вот недостающий пазл, кусочек встал на свое место, это Бруно Фернандеш. Как только он перешел вот в январе, сразу мы видим, он становится лучшим игроком Премьер-лиги за февраль, в своем дебютном сезоне. Это, по-моему, первый раз в истории такое, что в дебютном сезоне игрока признали лучшим игроком месяца. По-моему, точно первый раз в межсезонье игрок, который перешел, точно, потому что если еще там у кого-то получалось, по-моему... Может быть, август, да? Да, 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 да. А вот, конечно, в межсезонье это феноменальный результат, причем для игрока, который, ну, там, пришел не из топ-клуба. Да, и вот как они поперли, мне кажется, как раз на МЮ сильнее всего отразилось. Ну, если, опять же, про Ливерпуль забыть, то МЮ недоволен остановкой сезона, они бы имели все шансы, чтобы ворваться в четверку. Там и Лестер хромает, и Челси через раз набирает очки. И даже Пагба уже не нужен, уже все забыли про такого игрока. Ну, кстати, да, а как ты считаешь вообще, что с Пагба? Это был человек, который там был главной звездой сборной Франции на чемпионате мира, да, в России. И спустя два года мы этого игрока не видим, ничего про него не знаем. Вообще он играет в футбол? Слушай, он не хочет играть за МЮ. Это, очевидно, уже, по-моему, не первый год. Он просто не хочет играть за Манчестер Юнайтед. Поэтому он всякими способами оттягивает свои возвращения, не торопится на больничном где-то. Он официально с травмой был на момент паузы. Окей, слушай. Так и не восстановился. Его, конечно же, уже этим летом должны были все-таки, наверное, продать в Реал, где Зидан его тоже давно ждет, уже второй год. Почему-то так вот Зидану хочется именно Пагба себе. Не знаю, почему он Эриксона так не требовал. Но в связи, опять же, с обрушением рынка мы теперь не знаем. Теперь у МЮ нет смысла продавать Пагба за такие деньги, которые за него сейчас дадут. Они же рассчитывали за него получить не меньше тех сотни миллионов, за которые его купили. А сейчас кто их выложит? Сейчас падение рынка там что-то 30-40% возможно. А контракты действуют, поэтому они скажут, мы, наверное, просто не будем пока продавать, подождем полгодика-годик. Вдруг все вернется на круге своя, и цены вернутся нолики, можно будет опять дорисовывать. Окей, понял тебя. Слушай, ну смотри, значит, у нас Ливерпуль чемпион. Кто у нас лучший игрок? Так, опять такой сложный вопрос. Ну, здесь вся статистика, особенно продвинутая статистика, если их полистать, везде на первых местах будет Кевин Дебрюйна. Это я так по памяти. Безусловно, человек, который... Ну, видишь, Дебрюйне не хватило для Сити, чтобы, да, там, быть действительно, даже бороться за чемпионство, да, потому что они идут на втором месте, но там отрыв просто космический. Вот, а ты не хочешь кого-то из Ливерпуля отметить? Ты считаешь, что все-таки это команда, да? То есть там нет вот явного лидера. Одного какого-то явного лидера, тащера такого, как Дебрюйне в Сити, нет, я не вижу. Но есть обласканный, опять же, всеми СМИ Трент Александр Арнольд со своей волшебной правой ногой, подающий все стандарты, бьющий все рекорды по ассистам. Наверное, Трент Александр Арнольд можно назвать лучшим в Ливерпуле сейчас. Понял, окей. Мне очень нравится, как прибавил капитан Хендерсон, которого все ругали много сезонов, что сравнивали с Джерардом, не в пользу Хендерсона было это сравнение. Но он заткнул всех за пояс последние пару сезонов. Хендерсон не яркий игрок, по-моему, больше с уходом в... Ну, в опорную зону, в оборону. Конечно, конечно. Так я про работоспособности говорю. Вот, да. И как бы получается, что Лига Чемпионов в прошлом году, вот у них-то был один провальный матч с Барселоной, по сути, у Ливерпуля, когда они выиграли Лигу Чемпионов. Потому что все остальное тащил Хендерсон весь центр. Да и ты имеешь в виду 0-3 на Камп-Ноу? Это не был провальный? Это был, опять же, счет не по игре. Ну, понятно, понятно, да. Там не на 0-3 они наиграли совсем. Ну, окей, я тебя понял, я тебя понял. Вот. Ну, давай еще про Англию, может быть, о каком-то открытии с тобой поговорим. То есть ты отметил Артету, а кого еще можно? Ну, безусловно, всем нравятся истории с выстрелившими андердогами. Это с Шеффилд Юнайтед. В этом сезоне у нас новый Лестер в такой роли выступает. Это сказка Криса Уайлдера. Человек, который вытащил, получается, команду из третьей лиги за несколько сезонов. И примерно сохранив там половину тех состава, тех ребят, которые играли в той самой третьей лиге. Сейчас они играют в АПЛ и идут чуть ли не в зоне Еврокуб. Ну, там претендуют, да, на шестое-пятое место. Артета мне нравится как перспективный, но новое имя в тренерской профессии. А из игроков, ну, наверное, Букаёс Ака в том же арсенале. Левый краек. Они мне вдвоем, кстати, с Альфонсо Дэвисом из Баварии чем-то схожи, как два брата-близнеца. Им там до 20 лет обоим, они ворвались просто в основы. Оба атакующие вингеры по амплуа, но в силу обстоятельств вынуждены играть левых защитников. И вот на месте латераля левого оба раскрылись так, что просто усадили всех-всех остальных на банке. И Тир на Тирни, и Сиада Калашина с Ака усадил. Слушай, ну, извини, не могу не спросить тебя про то, как ты относишься к тому, что Жозе Мауриньо возглавил Тоттенхэм и как он там работает. И мне кажется, для Жозе это какая-то странная такая команда, потому что явно Тоттенхэм это, по мне, команда для таких тренеров, которые хотят себя проявить. А здесь, получается, Жозе, это у нас с топ-клубами последние лет 10 работал только. А это как раз желание боссов клуба стать топом. Желание Дэниэла Леви, это скорее пиар-ход. И, на мой взгляд, эта ошибка была в раннем увольнении Почетина. Своими достижениями, своей работой, с тем, что он сделал из этой команды, за 5 лет вылепил, он заслуживал как минимум один провальный сезон провести. Даже там остаться где-то в середине таблицы, какую-то перезагрузку. Но он заслуживал продолжить работу, если самому ему было интересно, конечно. А потому что мы видим, он до сих пор еще никуда не трудоустроился. Наверное, у него не было срочного какого-то пожарного варианта. Его сразу не забрали к себе никуда в топ-клубы другие. Даже в Баварию там не позвали моментально, у которой было местечко вакантное. Поэтому, мне кажется, Леви ошибся именно с увольнением Почетина. А с приглашением Мауринио, ну, вот у него такая стратегия. Он хотел привлечь к команде как можно больше внимания. И сериал Амазон про них снимает же, про этот сезон, документальный фильм. Прикольно, прикольно, не слышал. Это все звенья одной цепи, да. И приглашение Мауринио, чтобы он сжег на присухах и двигал хотя бы таким образом бренд Тоттенхэма. Да, осталось им тогда только еще и Брагимовича пригласить. Да, да, да. Это было бы в... Или Роналду, опять же, доигрывать. Роналду в Тоттенхэме это что-то запредельное. Ну, после 40-ка, почему бы и нет. Да, да, да. Я понял тебя. Хорошо, понял тебя. Спасибо, интересно про сериал было, я не знал. Ну, скажи, пожалуйста, у меня единственный такой к тебе вопрос. Давай немножко завершать уже наш подкаст. Что-то такое жизнеутверждающее в футболе. Сейчас мир на паузе, все люди на паузе, мы по домам сидим, футбола нет. Что у нас хорошего есть в футболе и что будет? Есть наша память. Свойство человеческой памяти, которая всегда-всегда хранит только самые хорошие моменты. И благо у нас аудитория канала чуть-чуть постарше, чем, допустим, у каких-то ютуберов, которые играют в фифу или записывают челленджи, которые в основном дети смотрят. У нас чуть постарше, и у нас ребята уже помнят какие-то там нулевые, даже кто-то помнит 90-е. И сейчас у нас раздолье, мы делаем много выпусков ностальгических. И порой открываются совершенно новой стороны все эти матчи, которые ты когда-то там в спешке промелькнул перед тобой. Да, ну хорошо, выиграли и выиграли. А сейчас, спустя там 10-15 лет, ты к ним возвращаешься и понимаешь, что там во многом все было не так, как у тебя отложилось на подкорке. И это очень интересно. Какие матчи ты пересмотрел недавно или какой-то обзор из старых? Я натыкаюсь в ютубе просто вот рандомно. Тоттенхэм Челси 4-4, 2008 год, например. Чудовищная перестрелка с суперголами Джо Коула, Робби Кина и вот этих героев. Я, кстати, делаю сейчас тоже ролик отдельный, выйти, наверное, в следующей неделе, про пять любимых героев АПЛ нулевых годов. Причем там ни Джерард, ни Анри, ни вот такие, не самые известные, не самые очевидные варианты. Вот там типа Джо Коула, Робби Кина, таких ребят. Чемпионский матч Челси-Манчестер Юнайтед, ну как чемпионский, он был в конце апреля, Челси-Жоза Маурини, первой эпохи Жоза Маурини, 2006 год, апрель, и Челси выносит дома МЮ 3-0 Алекса Фергюсона. Тоже сумасшедшая игра по своей атмосфере, по заряду какому-то внутреннему. Сейчас у вас много времени что-то вспомнить, наша память хранит, да. Да, у нас еще отдельный идет проект футбольное десятилетие, мы переделываем. У нас три года назад он выходил на старом канале, но сейчас мы его заново переписываем, делаем шире и больше, начиная с 91-го года и вот 97-й год сейчас в работе. Идут как футбольные наметни, что ли, так можно сказать. Прикольно, прикольно. Все по волнам памяти. Вот это все такое позитивное, в принципе. А то, что футбола пока нет, ну ничего, передохнем, а что делать? Можно побыть дома опять же с семьей, доделать ремонт, все что угодно. Масса-масса занятий. И пересмотреть старые матчи. Давай, да, на этой оптимистической ночи заканчивать наш подкаст. Спасибо тебе большое. На всякий случай я напомню нашим слушателям, чтобы вы не забывали подписываться на наших площадках, на наш подкаст, ставить оценки, подписываться на наши группы в соцсетях. Мы есть в Саундклауде, в iTunes, в Google подкастах, в Яндекс. Ставьте нам оценки, нам это важно, чтобы другие люди могли найти наши подкасты. Смотрите футбол, смотрите записи футбола, пишите нам, кого вы считаете лучшим игроком и лучшим тренером, или кого считаете, кто станет чемпионом в том или ином чемпионате. С нами был Евгений Платонов из Портье Драгба. Женя, спасибо тебе большое. Спасибо большое, было приятно пообщаться. Подписывайтесь на наш канал Портье Драгба. Работаем, несмотря на самоизоляцию, из дома. Все в прежнем объеме выходят выпуски. Да, спасибо, Женя, всем счастливо. Пока.